Всем привет! Мы на музыкальном интервью и у нас в гостях сегодня Раиль Арсланов, поприветствуем! Он у нас владелец, значит, ютуб-канала Хижина Музыканта, ну вы, наверное, все знаете. Замечательный артист, блогер-миллионник, он вообще красавец, умничка, гитарист, ну, в общем, ну, прелесть просто. Друзья, всем большой привет, очень рад находиться здесь, спасибо Аню, что пригласила, думаю, сейчас будет классный контент. Конечно. Погнали! Пиши себя тремя словами. Оба! Быстрый, продуктивный, добрый. Музыкальный, надо было ческать, ну да. Да. Скорее всего, тебе часто задавали этот вопрос, почему Хижина Музыканта, так почему? Потому что это уют, я хотел создать такой канал, где будет интересно, уютно, полезно, и это как такой небольшой островок для людей, заблудившихся в мире музыки. Ну, ребятушки, в описании можно все найти. Первое видео, которое ты снял. Хорошо. Ну, сейчас на канале первое видео, которое вообще открыто и есть, это что-то я там на синтезаторе наиграл просто по приколу. Подожди, в жизни вообще, не на ютубе, рассказывай. Ну, это был вроде бы брейк-данс. Серьезно? Мы занимались паркуром, типа, и брейк-дансом, и любили записывать вот всякие там элементы, но это мы тогда еще никуда не выкладывали. Потом аквариум дома был у отца, тоже я любил рыбок поснимать. Вот такие вот первые видосы, типа. А есть? Сохранились? Вроде, да, можно найти где-то. Если Раиль нам отправит, мы подставила, да, такая? Здесь, да. Что бесит тебя в профессии блогера? Вот прям бесит. Прям бесит? Да. Ну, то, что постоянно на виду, нужно, во-первых, постоянно записывать всякие сторисы, мелкие видосики. Лень иногда это делать. Ну, надо бриться там, ну, выглядеть хорошо. Выглядеть хорошо, но это вам больше. А, мне бриться надо. Ну да, ну чё, я там. Женщина тоже нормально, как бы, зарастает иногда. Ой, что ты будешь делать, когда закроет YouTube? Уже готовимся, да, пора? Уже закон скоро. Ну да. Ну не знаю, но имя-то останется при мне. Есть другие соцсети, там буду развиваться. И, наверное, уже больше налегать тогда на свои авторские песни, уже продвигаться как артист. Да и в любом случае я могу вернуться опять в ресторан, исполнять песни, как музыкант. Или давать уже сольные концерты. Не пропадем. Музыканты не пропадут, правильно? Да, поэтому мы намекаем вам, то, что, пожалуйста, не закрывайте YouTube, а то Раюль, как говорится, придется уйти в рестораны. И нам тоже всем музыкантам придется... На улицу. Где-то работать на заводах. Тебе на улице, а мне в ресторан. Ребята, нам придется на заводах работать, поэтому, пожалуйста, не закрывайте YouTube. Хорошую тему подняла. Да. А мне говорят, иди на завод все время. Ну что это такое? Ну что это такое вообще? Я что, блин, заводный человек? Мне что, вы прямо... Заводной. Берешь и, как говорится, заводишь на заводе. Ой-ой-ой, мне только этим можно работать на заводе. Сколько средних зарплат в твоем доходе за месяц? Так, хороший вопрос. Московских? Нет, ну 30 тысяч, например. 30 тысяч? Ну вот средняя зарплата по России. Ну, бывает, 10. Хорошие дни, когда работаешь, фигаешь, снимаешь. Дени, это в день? В таком случае вопрос, есть ли у тебя девушка? Нет. Все. 10 зарплат, девочки, пожалуйста. Парень холост. Ссылочка внизу. Давай тогда для девушек, которые хотят с тобой познакомиться, что не должна делать девушка твоя? Не жить со мной. Громко не пукать. Блин, ну тогда я отпадаю сразу. Шутка. Очень важный вопрос. Кто тебе не нравится из музыканта на ютубе? Прям бесит одна ютуберша, не знаю, откуда она вылезла. Что-то там лингвы лево. Ой, леди лево, что-нибудь. Так, собираем камеры. Камеры и собираем. И вот туда. Спей за 60 секунд. У нас сейчас вот такое должно быть сумасшедшая, сумасшедшая игра. Ты ответил на вопросы, не думая, быть или не быть, там, да или нет, отвечаешь быстро. Все, давай. Не думая. 60 секунд. Я и так никогда не думала. Должен ответить на все вопросы. Все, погнали. Время пошло. Тики-таки. Списывал в школе? Нет. Копировал Акстара? Нет. Копировал Ярика Бро? Нет. Заигрывал с чужими девушками? Нет. Тебя когда-нибудь арестовывали? Да. Был секс втроем? Нет. А вдвоем? Естественно. Накручивал подписчиков? Нет. Прятал еду от других, чтобы съесть самому? Нет. Считаешь бытовую, ой, Бузову талантливой певицей? Нет. Ел еду, упавшую на пол? Да. Бесился из-за едких комментов? Да. Боялся, что твой канал взломает? Нет. Тебя кидали на деньги? Да. А ты кидал? Нет. Считаешь Акстара талантливым гитаристом? Да. Ставил лайки своим видео? Да. А моим? Да. Нюхал носки прежде чем одеть? Пробовал кошачий корм? Нет. Есть видео, за которое тебе стыдно? Да. Грызешь ногти? Нет. Блокировал подписчиков за критику? Тебя узнавали на улице? Да. А дома? Да. Любимая часть женского тела? Ноги. Использовал ванной душ как микрофон? Нет. Воровал что-нибудь в магазине? Да. Выдавал чужие идеи за свои? Да. Все, молодец. Ты, скорее всего, справился. Скорее всего, за минуту. Я, кстати, кошачий корм пробовала в детстве. Да? Нормально? Субтитры сделал DimaTorzok Буду дымить на зло. Боль на фильтре грязным бурым пятном. Все, что мне от тебя останется. Урно мой будущий дом. И вряд ли мне там понравится. Серым пеплом осыпятся в ней. Те мечты, что не сбудутся никогда. Меня вряд ли раскурят на бис. Шансы, если есть, то один из ста. Тебе травиться никотином моим. Тебе кашлять моими смолами. Выдыхай скорей, мой последний дым. Закрывай, но это холодно. Выдыхай скорей. Мою душу наружу ей тесно. Твоих легких так мало места. Выдыхай скорей. Мою душу наружу ей тесно. Твоих легких так мало места. Но если честно, во всем виноват я сам. Наша лестница в небо, казаться, вшатанной стремянкой. Круто лишь на то, чтобы достать с антресоли банку. Но я готов был и по ней карабкаться к облакам. На зло запретам и закрытым изнутри замкам. Порой казалось, цель близка. Скоро доползу, я с собой тебя звал. Но ты оставался, внизу поднимал глаза. Просил вернуться назад, а я не слезал. Все твердил тебе про небеса. Думал, что сам смогу решать все двоих людей. Думал, что нам станет легче от моих идей. Цепляясь за надежду, как за одежду репей, становился дальше от тебя еще на ступеньке. Но лестница в небо, казаться, вшатанной стремянкой. Круто лишь на то, чтобы достать с антресоли банку. Возьму подмышку, отнесу в кладовку, пусть вылится. Прости за все и ради бога перестань мне сниться. Выдыхай скорей, мою душу наружу ей тесно. Твоих лёгких так мало места. Выдыхай скорей, мою душу наружу ей тесно. Твоих лёгких так мало места. Но если честно, во всем виноват я сам. Друзья, спасибо, что посмотрели наше первое музыкальное интервью. У нас в гостях был Раиль Арсланов. Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришел. Переходите в описание, там много ссылок. Там можно найти Раиля. Подписаться на него, обязательно поставить лайк. Потому что у него очень много классного контента. У нас есть бонусное видео. Если это видео набирает 20 тысяч лайков, мы для вас приготовили сюрприз. Это несколько каверов на всем известной классной песне. Но мы их выпустим только если вы наберете 20 тысяч лайков под этим видео. Так что... Мы пошли отдыхать, а вы работайте, ставьте лайки, комментируйте. Загнул 20 тысяч лайков. Если будет, ребята, я вам, блин, подарю что-нибудь. Если 20 тысяч лайков будет, мы в следующий раз сделаем вам приз какой-то классный. А где мне подарок? Тебе у меня дома. И пишите обязательно в комментарии, то бишь вопросы для следующего гостя. И они обязательно попадут в следующее музыкальное интервью. До встречи! Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!